Здравствуйте, Юрий, еще раз. Здравствуйте, добрый вечер. Что ж, начнем, наверное, с таких вот главных новостей, которые сегодня обсуждаются в украинских СМИ, западных СМИ. Ну и, к слову, была уже реакция Зеленского на то, увольнять заложного или нет, и какие вообще планы. Зеленский сказал, что необходима перезагрузка, и это касается и ряда государственных лидеров, и также военного сектора. Но здесь вопрос больше интересен, конечно же, вокруг военного сектора. Что будет, если? Если уволить главкома, если уволить нескольких важных людей, насколько это возможно нормально во время войны, да, как говорят, менять коней на переправе, и какие могут быть последствия? Я думаю, что во время войны увольнять даже одного из представителей высшего военного командования, я уже не говорю о главнокомандующем вооруженными силами Украины, можно только по очень и очень серьезной причине. А вот о причине нам ничего не известно. Мы знаем, что генерал Валерий Залужный провел очень сложную серию операций в первые месяцы войны, и фактически, если говорить о военной стороне дела, спас страну и армию от разгрома. Это, наверное, гораздо более важный эпизод или период в его военной биографии, чем, скажем, даже блистательная операция по освобождению Харьковской области и вытеснению противника с правобережного плацдарма Херсонской области. Это свидетельствует о том, что генерал Залужный – один из выдающихся военачальников нашего времени, имеющий уже к настоящему времени не просто теоретические знания или опыт военной службы в верное время, но опыт руководства войсками в сложнейшей боевой обстановке. Говорить для того, чтобы понять последствия возможного увольнения генерала Залужного с его поста, значит, нужно прежде всего понимать или знать, какие, собственно, претензии к нему выдвигаются. А вот этого мы не знаем, потому что никаких претензий вроде бы, ну, по крайней мере, публично никто не высказывал из политического руководства Украины. Это вызывает массу вопросов у меня лично, я не знаю, как у наших поштелей или зрителей, но у меня лично это вызывает массу вопросов, потому что если нет, так сказать, веских оснований, ну, значит, тогда действуют какие-то другие факторы, я уж не знаю, какие политические, личностные. Теперь дальше, если речь идет о увольнении не только Залужного, но и о переформатировании, обновлении, тут можно разные слова употреблять, всего или значительной части военного руководства. Это тоже странно, потому что в общем к военному руководству претензий озвучено не было. Да, мы знаем о том, что летом и осенью прошлого года ВСУ неудачно провело наступление. Но тут возникает вопрос, а в чем причины вот этого неудачного наступления? О них мы не знаем в общем. Но точнее мы знаем формальные вещи, те, которые на, так сказать, на слуху. Минные поля, огромные минные поля русских, значит, мощная оборона, линия Суровикина. Но были и другие причины, которые просто бросаются в глаза. Ну, например, распыление сил вооруженных ВСУ по нескольким направлениям, Бахмут, там, некоторые другие. Это, в общем, с моей точки зрения, не совсем правильно. Но я повторяю, тут к моим словам нужно относиться критически, потому что я не знаю, что происходило, какие аргументы обсуждались в ставке верховного главнокомандующего, то есть президента, какие аргументы высказывались в дискуссиях в генеральном штабе и так далее. Но, тем не менее, это требует объяснения. Почему, собственно, ну, например, нужно было держать значительную группировку в районе Бахмута, тогда, когда основные сюжеты, основная, так сказать, игра разыгрывалась, ну, прошу прощения за это слово, основное действие разыгрывалось, значит, в Запорожской области по направлению на Мелитополь-Токмак или вот в районе так называемого Временского выступа, ну, значит, к западу от Угридара, да. В общем, есть много вопросов, на которые пока нет ответа. Теперь последствия. Ну, какие могут быть последствия, да. Вот эта формула на переправе коней не меняют, она здесь действует в полной мере. Значит, даже замена главнокомандующего вооруженными силами Украины на, значит, на какое-то время, я не берусь судить на какое, но это недели, а не дни, значит, ослабит руководство вооруженными силами Украины, потому что новому человеку это, независимо от там его талантов или чего угодно, требуется значительное время для того, чтобы войти в курс дела и понять многие детали, а дьявол всегда находится в деталях, управление, командование войсками, управление войсками, выстроить свою систему взаимоотношений с подчиненными, подчиненными, которые неизбежно нужно выстраивать, потому что, ну, люди есть люди, и новая фигура, новое лицо в командовании ВСУ, как и в любой другой армии, естественно, будет вызывать много вопросов у подчиненных, ну, скажем так, у высших военачальников в Украине. Значит, все это на неделе, как я понимаю, ну, минимум на недели, не на не одну неделю, а на несколько, значит, ослабит руководство, управление войсками. Причем ослабит в условиях, когда вооруженные силы Украины ведут очень тяжелую, очень жесткую борьбу, сопротивляясь вот этому очень интенсивному наступлению русских войск практически по всему фронту, начиная от Токмаканов, значит, Токмакского направления, работная Вербова и Новопрокоповка, вот в этом треугольнике, и по всей линии боевого соприкосновения вплоть до Купинска. Ну, вот недавно были опубликованы, правда, в немецком журнале, значит, сведения о том, сколько вооруженных сил, сколько войск сосредоточила Россия на Купинском направлении. В общем, это вещи, цифры известные, они опубликовались в Украине у ведущих экспертов в Киеве, военных экспертов. Но, тем не менее, там солидные силы, 400 танков, большое количество бронемашин, 40 тысяч человек. В общем, это серьезные силы, о чем говорить. Другое дело, что русское наступление, в общем, идет неуспешно, несмотря на колоссальные усилия, которые прилагает русская сторона, но это результат очень серьезного сопротивления вооруженных сил Украины, очень мощного сопротивления, сил, которые находятся, которые, значит, находятся часто в невыгодных позициях и в значительной мере вот неуспех русского наступления по всем направлениям. Это, значит, заслуга нынешнего командования вооруженных сил Украины. В общем, здесь возникает много вопросов. Я не понимаю, честно говоря, зачем понадобилось обновлять военное руководство страны, военное командование страны. Вот это... И вообще сам по себе термин обновление, ну, понимаете, это ведь очень серьезные вещи. Нельзя просто сказать, вот мне надоели вот эти люди, давай-ка я поставлю новых. Ну, то есть сказать можно, но это неправильно с моей точки зрения. Да, наверняка будут требовать объяснений, да, простые люди даже, да, вот в комментариях разных пабликах. Всем интересно, почему, зачем, в чем причина. Тем более, если говорить о том, что что-то было неуспешно, что-то провалилось. Сегодня мы очень остро видим проблему боеприпаса в Украине. Об этом уже говорят и эксперты, пишут западные СМИ. И мы в ожидании. Здесь также вопрос, а что можем мы в тех условиях, да, когда вот нам чего-то не хватает. Ну, вот вы вспомнили Купенко. Пишет Форбс, кстати, что вот с этим всем, это 500 танков, 40 тысяч войск, у них есть цель до марта захватить, так понимаю, под выборы Путина. Насколько такие сроки возможны? Насколько это вообще выполняемо сегодня? Ну, вы знаете, та информация, которая у меня есть, и те, если вот сопоставить информацию с положением дел с ситуацией на картах, вот тогда становится понятным, что да, русские войска наступают. Ну, значит, наступали, например, в районе села Табаевка. Табаевка, по-моему, вот так она называется. Значит, добились определенных успехов, но окружить, попытаться окружить находящуюся там группировку, немножко там, к западу, к северо-западу, как я понимаю, от Табаевки, они не смогли. Некоторое продвижение в районе Сенковки за последнюю неделю, но, в общем, движение очень медленное, движение очень медленное, оно измеряется, ну, в районе Табаевки, значит, там, по-моему, примерно полтора километра за неделю продвинулись, в Сенковке гораздо меньше, полукилометра, по-моему, вот если смотреть по картам. Значит, да, продвигается, ну, даст, значит, продвинуться к Купинску в течение февраля месяца, ну, все зависит от того, как сопротивляются, как воюют вооруженные силы Украины. Пока у меня такое представление о том, что вероятность выхода к Купинску у русских войск есть, но она незначительна, незначительна. И потом, ну, и потом, вы знаете, одно дело выйти к Купинску, просто вот к той части города, которая находится на восточном берегу Осколы, это одно, а там форсировать Оскол, выйти на более высокий берег и захватить город в целом, что хочет, наверное, Шойгу или там Герасимов сделать такой подарок Путину, это совсем другое, это уже гораздо более серьезные вещи. И я думаю, что, да, ну, к Купинску могут подойти, а взять ту часть города, которая находится на западном берегу, я думаю, что не получится. Если говорить об Авдеевке, сейчас так же вот пытаются понять, почему она стала такой навязчивой идеей Путина, российских войск, пишут, что ситуация близится к критической, пытаются по трубах выйти к тылам, а также российские военные, тяжело. Вот здесь, если говорить об Авдеевке, насколько сегодня важен, да, вот с военной точки зрения, этот населенный пункт, и что дальше, если возьмут? Ну, с моей точки зрения, битва за Авдеевку, это скорее битва политическая, потому что, ну, хорошо, значит, допустим, ну, точнее, не хорошо, плохо, конечно, но допустим, русские вынудят вооруженные силы Украины эвакуировать свои войска из вот ту группировку войск, которая защищает Авдеевский укрепленный район. Ну, хорошо, а дальше, а дальше, значит, придется двигаться по нескольким дорогам, на эти дороги тоже не так просто, во-первых, сейчас погода тяжелая, значит, это раз, но дело даже не в погоде, а дело в том, что это победа русских, если она будет, это тактический успех, это не стратегический, потому что прорваться, выйти на, значит, оперативный простор, после взятия Авдеевки, я не вижу таких возможностей, а тем более, что вот недавно были опубликованы карты в западных источниках, прежде всего, они появились сначала в газете «Телеграф», потом в некоторых других, значит, показывают систему укреплений построенных или строящихся вооруженными силами Украины, ее назвали «Линией Суровикина» в Украине, да, но, да, придется столкнуться с новым оборонительным, значит, системой оборонительных сооружений русским, и сколько они там будут пытаться их штурмовать, и смогут ли штурмовать, это вопрос для меня открытый, я думаю, что вот, понимаете, весь темп наступления, не темп, а интенсивность наступления, которые ведут русские войска, значит, интенсивность использования вооруженных сил с соответствующими очень высокими потерями и личного состава техники, в общем, такой темп, такую интенсивность наступления долго выдерживать невозможно, а русские держат ее уже, значит, ну, с конца лета, да, с конца июля, если я правильно понимаю, вокруг Авдеевки, они толкутся уже с 10 октября, и что, и практически ничего, потому что Авдеевка держится, значит, Путину очень хочется сфотографировать, ну, так говорят на самом деле, на самом деле мы не знаем, чего ему хочется, но говорят, что он хочет сфотографироваться или там снять какой-то ролик около Коксахима, из подвалов которого будут, значит, выводить якобы находящуюся там западную технику, но я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что там в подвалах Коксахима находятся там танки-леопарды или что-нибудь в этом духе, зачем им, что им там делать, в подвалах их можно, если они есть вообще в этом районе, значит, они должны воевать, а в подвалах им делать нечего. Ну, вот Путину хочется, Путин говорит, да, вот нужно взять Авдеевку, во что бы то ни стало, он там назначал разные сроки, а то 1 декабря прошлого года, то 1 января, теперь, значит, вот до марта, до 1 марта, он требует, и это понятно, ему нужны к перевыборам, к выборам, хотя это не выборы, да, но тем не менее, он хочет продемонстрировать своему, своим подчиненным, своим, значит, подданным, он хочет продемонстрировать свои успехи. Да, и то же самое в районе Купинска, я не знаю, то ли это инициатива самого Путина, то ли инициатива Шойгу, или там Герасимова, но в общем, хочется продемонстрировать успехи, а успехов нет, но вот вся история вокруг этого, ради этого русские гробят большое количество своих людей, ну, людей им не жалко, гробят технику, технику им более жалко, больше, значит, они ее ценят, чем человеческую жизнь, ну, так вот устроено, тем не менее, гробят, ну, вот так ведется война русскими, ну, значит, они ее проиграют, так войн вести, уже в 21 веке не получаются. Да, хочется в это верить, надеяться, и что наши вооруженные силы сделать все возможное для этого, но мы, в свою очередь, будем также помогать, ну, и здесь, давайте, когда-то еще к хорошим прогнозам, наверное, вот говорит командующий ВМС, ВСУ, Алексей Нишпапа, что Крымский мост уже покойник, и в этом году его не будет, он говорит, что я думаю, недолго ждать осталось, как думаете, это связано с теми F-16, которые вместе с ракетами уже должны к нам приехать, с чем это связано, потому что было мнение, также в МИДе говорили, что у нас пока нет оружия, чтобы поражать Крымский мост, кто-то говорит, что уже давно есть, еще была надежда на те же Storm Shadow, все же, если говорить об этой конструкции, так называют, незаконной военной конструкцией Российской Федерации, неужели возможно, что вот в этом году уже все, и что это значит, вот Крымского моста нету, что дальше? Ну, если Крымского моста нет, то считайте, что половина снабжения российской группировки в Херсонской и Запорожской областях к западу от Токмака и Мелитополя, она просто, значит, доставляться не будет. Значит, будет меньше боеприпасов, будет меньше горючего, будет меньше вооружений лично, но личный состав можно перебрасывать, а вот снабжение, снабжение вот этими текущими расходными материалами, прежде всего боеприпасы и горючие, это все подвозится в больших количествах на железнодорожном транспорте, вот через этот самый Керченский мост, дальше над Жанкой, ну, и из-под Жанкой они там расходятся железнодорожные пути. Вот если Керченский мост рухнет, значит, половина снабжения просто будет отминусовано, да, так, кажется, говорят. Соответственно, боеспособность вот этой всей южной группировки русских войск, южной оперативной зоны, она будет наполовину меньше. Ну, вот и все, наполовину меньше, значит, уже воевать будут. Если говорить чем, вот то, что сегодня есть в Украине, этого недостаточно, это не подходит, или все же это какой-то комплекс, это тяжелая спецоперация, которую нужно еще спланировать и еще думать как, да, там, мы знаем сейчас и надводные дроны сейчас очень хорошо развиты в Украине, но все же, да, если говорить об оружии, ждем чего-то другого? Ждать нужно прежде всего артиллерийских боеприпасов. Вот в этой войне артиллерия это самый широко используемый вид вооружения и военной техники. Самый широко используемый. Более большего пока нет. Это решающий вид. И нехватка артиллерийских боеприпасов, которая, в общем, существует уже и если в Соединенных Штатах не будет в ближайшие недели решен вопрос о помощи, ну, известной вот этой ситуации в Конгрессе, значит, с артиллерийскими боеприпасами будет, их будет недостаточно. Ну, значит, проводить, ну, например, наступательные операции будет намного сложнее. Это тут ничего не сделаешь. Генерал Залужный предложил очень интересную и важную идею с моей точки зрения. Вот он писал о том, что не хватает ни личного состава, ни боеприпасов, ну, прежде всего, артиллерийских, значит, нужно компенсировать тем, что есть у Украины или может быть создано, ну, произведено, точнее, необходимых количеств, говорят о миллионе дронов. Причем подавляющее большинство, как я понимаю, этого количества, это небольшие дроны, FPV они называются, то есть там установленная камера, видеокамера, которая передает изображение прямо на терминал оператора. Вот эти дроны, они достаточно дешевые, где-то, я встречал по цифру, порядка 100 долларов стоит такой аппарат, но он может доставлять там какое-то количество, ну, допустим, килограмм взрывчатки сбрасывать на противника, а этого достаточно для того, чтобы, скажем, повредить серьезно там боевую машину пехоты или артиллерийские орудия, уничтожить там некоторое количество личного состава, в общем, и если таких дронов много, а на некоторых участках их много, вот, например, русские пропагандисты жалуются, военные пропагандисты жалуются на то, что в районе Крынок, там, где Плаздарма на левом берегу в Карсонской области, значит, вот там ВСУ очень широко используют вот эти дроны, которые не дают возможности, ну, в том числе и они не дают возможности вот этим русским русским войскам выдавить ВСУ с этого, с этих плацдармов, а там ведь соотношение сил, наверное, в 10-20 раз в пользу русских, но не получается, в том числе потому, что используются в большом количестве вот эти дроны. Если говорить о количестве людей, вы уже говорили о том, что в России не жалеют, они готовы убивать много россиян, пускать их так называемые, уже принято называть местные штурмы, сейчас у нас все в ожидании законопроекта мобилизации в Украине также, украинцев, конечно же, меньше, эта страна намного меньше, ну, и в начале года озвучилась цифра, что нам нужно где-то 500 тысяч солдат, мы уже считали в Верховной Раде сколько это нужно денег на этих людей, ну, и понятно, что в законе мобилизации не будет никаких цифр, сколько нужно людей, там просто будут некие законы, там будут также пункты о том, какое наказание будет тем, кто, например, отказывается воевать, но все же, если говорить о количестве, оптимальное количество для Украины, смотря на наше население, сколько нужно, возможно ли это, что это действительно полмиллиона, или мало полмиллиона вот на это население человек в России и на этот, наверное, мне кажется, такой беспрерывный поток россиян, которых сегодня приводят на фронт? Ну, сказать, сколько нужно, видите, все зависит от того, какие задачи поставлены перед вооруженными силами, для этого, исходя из этого, рассчитывается количество личного состава, необходимого для достижения этих целей. Это первое. Значит, для обороны, если страна уходит в стратегическую оборону, значит, нужно меньше людей. Если предполагается проведение каких-то наступательных операций, тем более крупных, значит, нужно больше. Это раз. Во-вторых, солдаты и офицеры ВСУ, мобилизованные или призванные в начале войны, весной 22-го года, они отслужили, сейчас уже отслужили два года. И просто элементарная справедливость раз, требует, чтобы, ну, по крайней мере, часть этих людей, которые уже отвоевали, выполнили свой долг, должна быть демобилизована. Раз. Во-вторых, есть даже не фактор справедливости, не вот этот критерий справедливости, а есть просто определенные закономерности военные. Если с одной стороны, да, если человек воюет долго, он приобретает необходимые качества, необходимые сноровку, умение, значит, умение выживать, например, в условиях боя, но с другой стороны, люди устают, психологически выгорают, им просто очень тяжело, это снижает, психологически тяжело, не говоря уже о том, что, значит, люди находятся вдалеке от семьи, там, ну, со всеми вытекающими из этого последствиями. Значит, требуется ротация, требуется, значит, какое-то количество людей, ну, по крайней мере, тех, которые явно совершенно хотят и ясно имеют право на то, чтобы их заменили, значит, их нужно заменять. Поэтому возникает вот эта проблема с мобилизацией. Говорить о цифрах, знаете, мне сложно, потому что я не знаю, какие задачи ставит генеральный штаб вооруженных сил Украины перед той кампанией, зимней кампанией этого года, летней кампанией, осенней кампанией, но очень сложно. Как я понимаю, вот эту цифру назвали, назвали, назвало военное командование, но, видимо, исходя из каких-то своих планов. Вот эти планы должны быть выполнены, как я понимаю, если они не будут выполнены, ну, значит, не будут. Что касается мобилизации, ну, страна ведет борьбу за свое, страна и нация ведет борьбу за существование, за выживание, как страна и как нация, потому что победа России будет означать не просто уничтожение государственности Украины, но и будет означать попытку ликвидации, ну, по крайней мере, психологической, культурной Украины, как украинцев, как нации. Ну, значит, вот люди должны выбирать, в конце концов, что им делать. Еще коротко спрошу, еще важный вопрос, вот говорят в Польше министр обороны, что он серьезно относится к угрозам касательно нападения, агрессии Россия против НАТО. Как думаете, возможно ли это? Это возможно в виде какой-то войны полномасштабной, в виде провокации? И не боится ли Россия ответного удара? И возможно ли такое противостояние сегодня? Да, конечно, возможно. И в общем, в Европе прежде всего, ну, и в Соединенных Штатах, хотя в меньшей мере, в общем, политики уже постепенно осознают угрозу со стороны России. Еще два года тому назад, в общем, об этом как-то не думали. А три года назад или четыре вообще считали, что люди, которые говорят о том, что Россия может военную угрозу представлять для Европы, но такие городские сумасшедшие, да, вот ходят иногда по семинарам, по каким-нибудь конференциям, вот всякую чушь несут. Ну, вот жизнь поправила этих политиков. Теперь они понимают, что угроза России очень велика. Но тут есть один момент. До тех пор, пока основные силы русской армии заняты войной в Украине, значит, до этого, до нападения на страны Палтии, на Польшу, в общем, должно пройти какое-то определенное время. Пока, вот после того, как война закончится в Украине, вот тут русским потребуется там несколько лет, иногда называют цифру 5-6 лет восстановления на армии, после этого, да, возможно нападение. Но это уже большая война такого классического традиционного типа, вроде той, которую Россия ведет в Украине. А с другой стороны, в России, ну, опять же, вот в этих военных телеграм-каналах обсуждаются и пабликах обсуждаются вопросы о гибридной войне против Европы с использованием там диверсионных групп, с подстрекательствами к мятежу, с использованием русскоязычного населения, ну, прежде всего, это имеется в виду страны Балтии, вот такие планы, да, наверное, они действительно существуют в Москве и, соответственно, не зря беспокоится польское руководство. Ну, и в частности, помним, что в МИД Украины говорили о том, что третья мировая она уже началась и что войны в Израиле и в Украине они связаны. Также перед тем было заявление Нетаньяху, который говорил миру, что давайте не будем воспринимать вот конфликт с газом, какой-то маленький конфликт. Это все одна большая война и нужно сегодня остановить, иначе дальше пойдут в Европу и в Америку. Вот коротко, на самый конец. Третья мировая, по вашему мнению, она уже началась или все же нужно что-то больше? Нет, она уже началась. Нетаньяху прав в этом отношении. Что ж, будем верить, что удастся нашим западным партнерам цивилизованному миру остановить агрессоров. Он не один в мире, но и будем верить, конечно, в мир во всем мире. Юрий Федоров, военный эксперт, благодарю вас за важный разговор и за время, которое нашли для нас. Спасибо вам. Слава Украине. Харам слава. Редактор субтитров А.Семкин